Невероятная катка, очень горячая, очень жаркая, есть что обсудить. И как раз со мной сидят Дэнди и Айсберг. Ребят, на самом деле мы вот сидим здесь, в такой атмосфере, в такой обстановке. Пьем шампанское, кушаем оливьешку, ждем какую-то такую фановую катку. И потом я смотрю, как ты берешь пуджа, идешь на мид, хвост берет мирану. Я понимаю, что нас ждет реально серьезная катка. Как прошла игра в целом? Был жесткий разнос. Чью сторону? В обе стороны. Коммуникация на высшем уровне. В TeamSpeak у нас все получалось с ребятами, мы все друг друга слышали. Были моменты, когда немножко не получалось поражать смоки. Но тогда Саня воспользовался приемом снять наушники и закричать громко. А мы услышали. ZeroGravity, как всегда, поддерживает, подбадривает, всегда наших игроков всегда помогает. Кстати, вот когда ты последний раз играл Zero в одной команде в Dota? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я старалась. Мне кажется... Давайте у него спросим. Год 2012, может быть. 11-й. 11-й подсказывает Zero. Это было на турнире, в Киберарейне, на сцене. И Zero в принципе дежавю. Он тоже играл на Тейхантере. И это было великолепно. И как тогда закончилась игра? Ну, вы видели, какие хайлайты он выдавал? Вот сейчас показывали. Лучшие хайлайты в игре — это Zero на Тейхантере. Даже на самом деле, извини, перебиваю, просто хотел сказать. Вот тогда не было хвоста, и мы подумали, что, а может быть, стоит. Вот в тот момент мы задумались реально серьезно, что вот он, Керри. Наши мечты. А как тебе сейчас уже его скилл? Хороший. А если честно? В принципе, мало что изменилось с 2011 года. Ну, окей, ты бы взял бы его к себе в команду? Однозначно. На место Керри. Вадян, смотри, вот у ребят в команде был Zero Gravity за мотивацию, поддерживал игроков, подбадривал. У тебя в команде есть несколько таких горячих, эмоциональных парней. Как проходила у вас коммуникация в команде? У нас? Ну, мы с флайм, мне кажется, хотели передать всю атмосферу того, что мы испытываем, когда играем там какие-то турниры. То есть мы максимально приближенно там общались, как на турнире. Ну, старались, как минимум, чтобы передать эмоции. Вот смотри, что у вас с флайм за постоянное противостояние? Я как ни зайду в наши влоги, твои инстаграм-сторис, вы вечно спорите, ругаетесь, как-то подначиваете друг друга. Что между вами происходит? Любовь, да? Морковь. Да нет, но он просто очень классно реагирует и за любую вещь ты готов с ним бороться, цепляться, спорить постоянно. Просто потому, что он круто реагирует на такие вещи. И это вызывает позитивные эмоции. Смотри, у нас сейчас как раз Новый год скоро на носу. Вот какой бы ты подарочек подарил бы флаю и положил под елочку? Ну, если вот мы бы проиграли турнир последний, то мухобоечку бы положил. А так можно горчить чего? Крошечек, правильно. Смотрите, вы оба крутые мидеры. И вот, Дань, хотелось бы у тебя спросить, вот с высоты твоего опыта, какой бы совет ты мог бы дать Боди? Как, чисто как мидер-мидеру. Сейчас подумаю. Не проигрывайте, зачастую выигрывайте. С высоты опыта. Серьезно, я хочу, даже не интересно. Серьезно? Да. Боди ждет. Стараться контролировать максимальные эмоции в положительном направлении. А что делать здесь? Это не шутка. Звучит как шутка, да? Это и была проблема моя. Эмоциональные всплески такие. Поэтому сейчас я стараюсь себя контролировать в этом плане. А что ты делал в таких ситуациях? Вот у тебя эмоции через верх. Медитирую. Давай пару советов прямо сейчас, прямо в эфире. Что ты конкретно делаешь? Может быть, упражнения, мы все вместе это сделаем. Берешь себе, закупаешь 4-5 мониторов и просто играешь в доту и все. И вот один ломается, новый поставил. Вот примерно так. У Пупея надо спросить. Он лучше знает. Давайте, да, поменяемся немножко ролями. Какой можешь дать совет ты, Даня? Даня? В игре? Да, думаю, уже никаких. Причем, он уже все знает. Он намного опытнее меня. Даня, ты у нас как опытный мидер. У тебя, мало того, еще есть своя организация. Как прошел этот год для организации? Сложно. Тяжелый год в целом. Я думаю, у всех он тяжелый был. Но ничего, все, движемся прямо вверх, туда. Я бы еще с удовольствием с вами пообщалась, но, к сожалению, ребят, мне говорят, что вас уже нужно отпускать. Поэтому бегите, готовьтесь. А я передаю слово Тоне. Верно. Мы прям с нетерпением ждем, когда начнется вторая карта. Это будет Counter-Strike. Но прежде давайте посмотрим небольшое видео, которое еще больше мотивирует и зарядит наших игроков. Хотя, казалось бы, куда уж больше, но всегда есть куда. Поэтому внимание на экран. Проиграли, старички. Не расстраивайтесь. Это ведь не финал Intel и Мажора. Как тогда, помните? Против... Неважно. Проиграли, проиграли. Это всего лишь шоу-матч. Да, важно. Да, принципиально. Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Проиграть этим молодым, у которых еще все впереди. Все рекламные интеграции, все победы. Да еще так. Наверное, худший кошмар. Но ничего. Вы же знаете, что победы, это не всегда хорошо. Они иногда заводят в тупик. А поражения несут нам самый богатый опыт в нашей жизни. И вы понимаете, что эмоционировать это нормально. Я знаю, что вы расстроены. Не сдерживайте эмоции. А если серьезно, парни, вам не надо никому ничего доказывать. Вы уже давно легенды. Вы просто красавцы. Отличная игра. Давайте лучше выпьем чайку. Друзья, для меня большая честь быть сегодня вашим мотиватором, другом и в некотором роде наставником. Да и вообще, куда же без психологии. Правда? Конечно же. У нас очень мало времени. И поэтому я хочу использовать ее максимально эффективно. Как я и сказал, матч у нас прям буквально с минуты на минуту. И поэтому мы сразу начнем с хардкора. Мы сделаем два упражнения. И они оба сложные. Итак, первое упражнение. Ножницы. Казалось бы, не замысловатая. Да что такое?